Вы смотрите новости онлайн. Что считают певицу зависимой от запрещенных сильнодействующих препаратов. Также, по мнению в профи, весьма вероятен вариант вербовки Максаковой. По мнению бывшего сотрудника охранного агентства Березовского, сейчас певица работает над так называемой легендой. Мы знаем, как все это создается и делается. Наше наблюдение – это созданный имидж. То, как она разговаривает, преподносит, заявил специалист. Однако, Катя Гордон полагает, что Максакова – женщина искренняя и просто не подходит для вербовки из-за особенностей своего характера. Она говорит, что думает. Маша известна своим характером. Известно давно, как она выбирала мужа и вообще мужчин. Я просмотрела все ее интервью. Она уверена, что мужа убили представители ФСБ. Сама же Максакова ранее заявила одному из украинских изданий, что устала от шумихи. Раньше это шоу «Маша на костях» было на телеканале «Россия-1». А сейчас выходит уже четвертая передача у Андрея Малахова. Я с этим омерзительным реалити-шоу так популярна, что перешла на первый. При том, что вообще с ними не общаюсь. Сейчас вообще перешли к прямым угрозам. «Максакова под прицелом», «План ликвидация». Такие передачи снимают. Сугубо спецназовская терминология в отношении меня. Но мне лично терпения 100% хватит. Спасибо за просмотр! Делитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!